Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, я хотел бы поговорить на тему казачества. Сейчас какие-то пошли терки, какие-то дележки между казаками. То один атаман, то другой атаман, все генералы, потом оказывается, что никто из них не имеет на это право. Там оказывается, что это все было по ошибке. Все на это смотреть, на эту клоунаду достаточно тяжело. У которого достаточно жесткие такие казаки, волжские, с кубанскими и с еще украинскими казачеством. Вот. Должен вам сказать, за Русь святую и веру православную казаки могут выступать, только находясь на территории России. Казачество это служивый народ, который, кстати, должен быть готов и уметь умирать за страну, которая их приютила. На данный момент австралийское казачество это австралийское казачество, если это вообще казачество. И оно должно проливать свою кровь и бороться за торжество этого государства. История некрасовских казаков и до этого была история казачества, начиная, наверное, еще от бродников, откуда по теории, скажем так, и пошли казаки. Лояльность всегда была той стране, той территории, тому краю, на котором казаки жили. Если это была территория степи, то могу напомнить факт, что в битве при Калке бродники, будущие казаки выступили на стороне монголов и были, в общем-то, одной из наиболее боеспособных частей монгольского войска. Кстати, кто такие были татаро-монголы, тоже еще тот вопрос. Вот, боюсь, что правду мы уже никогда не узнаем, но речь идет о казаках. Так вот, казачество должно защищать интересы страны, где оно проживает. Если они желают воссоединиться с русским казачеством, как некрасовцы, они должны переехать в Россию, и вопрос будет закрыт. Кричать о том, что за веру православную и за святую Русь, это очень не тактично. Это то же самое, что делает, ну, может быть, в более жесткой форме, но что делает исламское государство. Они тоже за чистоту Корана и за великий халифат, да, исламское государство. Но мы знаем, что такое исламское государство в мире. Я не хотел бы, чтобы такие ассоциации проводились с казачьим. Особенно если учесть, что нынешние казаки в Австралии, ну, очень мало имеют общего и по крови, и по мышлению, и по заслугам с настоящим казачьим. Казачество было вырублено, было вырезано, было уничтожено теми людьми, которые сейчас пытаются провозглашать себя казаками. Или, по крайней мере, это делают их потомки. Люди, которые сейчас, как бы, выступают за Россию Святую, это люди, которые сюда либо здесь родились и никогда России, в общем-то, не видели, и даже их родители. Либо это люди, приехавшие из Китая, а точнее из Маньчжурии, которые, в общем-то, во многом, как они сами признавали, сотрудничали с японскими милитаристами. Это совсем не по-русски, и это совсем не в казачьи. Это люди, которые, о боже мой, приехали сюда вообще по национальным защитным визам и отношения к казакам иметь не могут. Вот они вообще-то по наследственности враги казачества. И нечего здесь возмущаться, это тоже правда, историческая правда. И давайте поговорим с фактами, и тогда это все станет ясно. Из нынешней борьбы между двумя псевдоатаманами, псевдо-казаков, я бы сказал, что я уважаю Михаила Моисеевича Овченикова. Хороший человек, хороший бизнес у него. Я не думаю, что он является генералом, и я думаю, что он потомок русских или русскоязычных людей, которые второобрядцы, которые неплохие, трудолюбивые люди. Если вы, допустим, пожмете Михаила Моисеевича руку, вы видите, что человек уже в возрасте, человек, в общем-то, много чего повидал, но рукопожатие у него молодого и очень сильного уверенного мужчины. В отличие от многих бизнесов, которые вы сейчас видите, которые проповедуются так называемыми русскими иммигрантами, что идет оголтела какая-то реклама какого-то, ну, честно говоря, от стоя, а не бизнеса. Михаил Моисеевич, хороший бизнес и строительные материалы, если вы действительно что-то хотите купить и построить, то выбор-то, в общем-то, у него хороший. Я у него закупал и дерево, то есть двери и много что-то другое. Я у него закупал очень много сантехники, и я очень доволен и качеством, и ценой. И я считаю, что Михаил Моисеевич ведет бизнес по тому пути, по которому я считаю, вести бизнес надо. То есть ты продаешь лучшее, при этом ты продаешь по очень удобной, хорошей цене, то есть дешево. И ты не делаешь преференции каким-то там только русским своему атмосу. Я видел, как тоже Михаил Моисеевич любят арабы, любят индусы, то есть любят все эти люди, которые, в общем-то, имеют отношение к строительству и закупают эти товары. Любят за то, что всегда можно посоветоваться, всегда можно заменить товар, если он некачественный. Это делается от срока, это делается очень в хорошей манере. Туда просто приятно приезжать. Это Келса, по-моему, называется у него, это такой большой warehouse. Что касается остальных контендеров на атаманские шевроны, я бы посоветовал людям немножко сбавить в том, потому что если бы это было нормальное государство с нормальной национальной идеей, нормальной нацией, эти люди бы уже были выдворены из страны. Не надо так сильно агитировать себя, как пятую колонну иностранного государства. Спасибо Михаилу Моисеевичу, он этого не делает. Он всегда показывает, что он в рамках этнического среза действует. Никогда не говорится о нелояльности или лояльности иностранному государству, в том числе и России. Речь идет только об историко-культурной целостности казачества. Я бы о многом мог поспорить с Михаилом Моисеевичем, тем более я не признаю ни казачьих регалий, в принципе, ни тем более генеральских, ни на нем, ни на других людях, которые выдают себя за казаков. Но я бы хотел расставить все точки над «у». Те люди, которые выдают себя за казаков и даже их поддерживают, подставив какие-то кокошники, сарафанчики, совместные пьянки в псевдо-русском стиле, те люди, которые руководят так называемыми русскими СМИ и русскими бизнесами, в своей основной массе ничего общего с русскими не имеют и зачастую русских позорят. И позорят это открыто, что вызывает у меня, наводят на мысль, что делают они это целенаправленно. То есть идет обливание, опять обливание грязью многострадального русского народа, от которого не так, в общем-то, много осталось и количественно, и в культурном плане. Второе, что бы я хотел сказать, что казаки, научитесь, если вы хотите быть казаками, это не проблема, вы должны какие-то сделать свод правил. Допустим, украинские казаки, это православная вера была, и верность Сечи не Украине, а часть Украины, Сечи. Украина, она была роднородная, Сечь была здесь. Значит, нравится вам это или не нравится, нравится вступайте, не нравится, не вступайте, но мог туда вступить каждый. Вот это вот было два правила. Жестоко и жестко карались отступники. То есть, когда ты вошел, уже выходить оттуда было нельзя, надо думать, что ты делаешь. То же самое, если базировать, допустим, казачество австралийское, на принципе здоровье святую и веру православную, значит, эти люди должны признать, что они пятая колонна, они должны выдворяться из страны без всяких разговоров. Шутки шутками, это должно караться. Не нравится, забирай пожитки, забирай свои деньги, которые ты заработал, выплаты налоги, конечно, все, и уезжай домой, если ты считаешь своим домом Россию. Если же ты казак, то в действительности ты можешь не относиться этнически к русскому народу, это не обязательно. Ты можешь быть азиатом, ты можешь быть хоть негром, это без разницы. Вот и верой и правдой должен служить своему народу, то есть казачеству и той стране, в которой ты находишься. Православная вера, я думаю, что это уже не так обязательно. Это дело хозяйское, у нас свобода совести, свобода вероисповедания, но если, окей, православная вера, это обязательно, окей, пожалуйста, но тогда люди отсекут очень много атеистов, а это люди такие, как я. У меня все-таки побольше прав называть себя казаком, чем большинство вот этих вот ряженых клоунов. Но, даже на это, я не собираюсь себя предпочитать казакам, вот, но поосторожнее будьте в таком ретивом исполнении своей русскости и ретивом исполнении своего такого фанатизма, экстремизма, потому что люди могут правду поверить, что шашки у вас для того, чтобы рубить, а лампасы для того, чтобы скакать на лошади. Если люди в Австралии в это поверят, по всей видимости, придется вам все это упаковать и уехать. Или вам придется все-таки сформировать правильный кодекс поведения казака. Опять-таки, я говорю, что, ну, оставление православия – это не проблема, это вполне нормально, но тогда в действительности необходимо казачество заниматься тем, что оно должно делать освоение новых территорий, пограничная служба, военизированное воспитание молодого поколения, обязательная военная служба, хотя в Австралии она добровольная, но в обязательном порядке должны казаки вступать в эту армию, чтобы быть частью этого народа, частью этой нации. Более того, казаки могли бы, в общем-то, и быть тем объединительным звеном. На данный момент казаки, которые я сейчас вижу, это с точки зрения, это тоже, наверное, совсем большая глупость и неправильная, но казаки выглядят как пятая колонна Кремля. Кем они не являются, они не являются никакими ни казаками, ни какой пятой колонны, но все-таки общество может подумать так, это тоже нехорошо. Если казаки будут сформированы на лояльности Австралии, пусть даже и на православной вере, бог с ними, не так суть важна, если они будут выполнять те обязанности, которые на них всегда возлагалось, то есть охрана границ, военная служба, тяготы освоения новых территорий, контакты с новыми народами, скажем так, и смешение, смешение, смешение для образования общей единой нации, это хорошо. Этого я не вижу на данный момент, и это печально. Вот мое заключение о том, что я вижу по этому русскому вообще и казачьему вопросу в частности. Я понимаю, что многим это не понравится, но я живу в этой стране, и мне бы очень не хотелось, чтобы были даже потенциально какие-то разрушительные силы в моей Австралии. Большое спасибо.